здравствуйте мы продолжим рассмотрение использование значения букв для запоминания корней первый вариант это выбор какой-то одной буквы или двух разрозненных букв для такого запоминания мы уже рассмотрели существует еще один способ достаточно простой который помогает существенно облегчить запоминаю усвоение нового материала новых корней это метод опорных ассоциаций трехбуквенный корень можно рассмотреть как сочетание трех букв независимых друг от друга а можно представить себе его в виде ячейки то есть двух согласных и 3 согласные можно разложить двумя способами 3 3 1 3 3 буквы первые две буквы образуют какую-то ячейку единый смысловой комплекс которым прибавляется третья буква или второй или начать другой способ таким вот смысловым комплексом ячейка является 2 как бы ячейка корня то есть сочетание 2 и 3 согласного а 1 согласные как бы является просто сопровождающим таким элементом если при этом значит в чем здесь выигрыш используется не знаю не только не не столько значения букв как таковой сколько значение ячейки то есть буквенного сочетания а это значение это это значение в данном случае берется не из словаря ячейки не из списка а из памяти то есть его представитель представитель ячейки может оказаться какое-то слово образованное двухбуквенным корнем которое достаточно известный читатель достаточно распространенная то есть данном случае выигрыш идет таким образом я сейчас подробно рассмотрю это на примере одного из корней и тогда вся ситуация станет ясно и возьмем корень азарла азор помогать айн зайн рэш значит его можно разделить на ячейку и согласную двумя способами можно взять первую ячейку то есть первое сочетание 1 2 согласные а третий третий элемент 3 согласные корни будут как бы отдельно айн зайн ячейка айн зайн то есть сочетание двух согласных и буква рэш значит айн зайн с одной стороны и рэш ячейка айн зайн имеет какое-то свое значение которое можно увидеть найти в таблице ячеек данном случае нас это не интересует вот весь смысл этого заключается в том что мы берем его из памяти дело в том что букв значимых образующих корни образующих букв 18 их в принципе можно с небольшим усилием небольшим уважением труда выучить ячеек существенно больше порядка там 200 чем-то их выучивать тоже можно безусловно это не не что-то такое не фантастическая задача но это занимает больше времени это существенно более трудоемкое задание поэтому упрощение данном случае состоит в том что мы не берем значение ячейки айн зайн а порывшись немножко в память и находим слово по возможности конечно какое-то распространенное известное слово образованное этой ячейкой которая является наиболее таким ясным носителем значения самой этой ячейки в данном случае таким словом является ос ос это сила мощь и значение корня лазор помогать ос сила мощь аз мощный сильный это более-менее известное такое вот по крайней мере сравнительно известное слово и тогда получается сочетание какое ос ос мощь какая-то мощь а реш это нас сейчас не интересует буква реш то здесь как бы игнорируется буква третий элемент корни третья буква будет будет она на последнем или на первом месте она игнорируется если она вносит свой вклад хорошо но это не обязательно мы свозим как бы корень в первую очередь к ячейке какое-то одно из его ячеек значимых ос это сила мощь хорошо ассоциируется со словом лазор помогать то есть кому-то проявлять свою силу для помощи кому-то и зная если вы знаете уже слово оз или вспомнили его вы запомнили можете в качестве в качестве опорной ассоциации значит на нем построить запоминание слова лазор запомнить вспомнить потом если нужно вытащить как бы за эту ячейку второй вариант разбивки этого корня следующий айн отдельно находятся а за и не реш образует ячейку ячейка за и не значит за и не реш некая ячейка представителем который очень хорошим передающим идеи этой ячейки имеется ввиду является слово за чужой другой зар и слова очень известная получается айн и зар зар помогать это что-то оказывает что-то делать другому зар в данном случае именно этот аспект передает если он передает аспект мощи силы с помощью благодаря которой можно помочь то зар передает адресата кому эта помощь оказывается другому чужому иному в данном случае значит оба варианта разбивки срабатывают более того при втором варианте разбивки айн и зар можно можно значит в дело пустить значение самого самого согласного айн буквы айн айн это это поток энергии поток энергии сам по себе здесь хорошо подходит и зар это другой то есть поток энергии адресованы другому помощи айн плюс зар при первом варианте разбивки оз и реш это не так проявляется потому что ос это сила то что благодаря чему помогает а реш это значение введения вещества внутрь какое-то формирование это немножко более абстрактно получается связь безусловно здесь есть и здесь если этот корень разбить в принципе значит есть какой вариант разбивки корня на две ячейки таким образом что средняя согласная вторая согласная корня является последней согласной первой ячейки первой согласной второй то есть мы берем корень азар разбиваем на две ячейки данном случае уже а айн зайн и зайн рэш зайн как бы повторяется там в конце здесь он начале и ос и зар представителем первой ячейки является слово ос мощь представителем 2 зар другой то есть сила мощь адресованная другому получается стопроцентное попадание то есть это еще один из вариантов когда мы выделяем две ячейки и обе являются опорными то есть обе соответствует известным словам хорошо передающие идею данного корня одно плюс другое но это не всегда так легко получается данном случае речь идет не разбивки на ячейки а на выборе какого-то представителя данной ячейки чтобы это слово было распространенным и одновременно очень хорошо передавало значение самой ячейки значит чтобы не вдаваться там высшую математику этого всего дела я сразу предупреждаю что так такой такая разбивка далеко не всегда даст желаемый результат по разным причинам нас сейчас интересует чисто практическая сторона значит в итоге что мы имеем корень трехбуквенный двухбуквенный корень это собственно говоря ячейка и здесь если вы знаете представитель этой ячейки какое-то слово из этого двухсогласного корня распространенное вы можете таким образом получить общее представление самой ячейки все что в ней есть ну естественно посмотрев таблицу ячеек об этом идет речь если вы не знаете значение ячейки вы не выведете его из одного какого-то одного представителя слова представителя но если вы знаете вы можете запомнить так это запоминание ячеек запоминание же корней идет аналогичным путем упрощение в чем заключается там ты там вы выбираете представить одно слово как представитель ячейки сейчас я приведу примеры собственно говоря в дальнейшем рассказе это будет ясно а здесь вы берете корень разбивается его или на две ячейки или на одну ячейку и букву первую ячейку соответственно буквы или буквы и вторую ячейку если хоть в одном из этих трех вариантов первое это наиболее конечно сложным уже там нужно вероятность меньше нужно оба попадания а во втором случае разбивки достаточно одного значит если хоть в одном из этих вариантов будет опорное слово то вы существенно выиграли взяли запоминание корня рассмотрим сейчас конкретные случаи таких вот опорных ячеек опорных слов их применение для запоминания конкретных корней первое ячейка мэм царди ячейка мэм царди мэй цэ мац представителем этой ячейки хорошо известны всем является слово миц миц это сок ячейка мац означает высасывание всякого рода высасывание соответственно миц это то что высасывают поэтому слово миц великолепный представитель ячейки мац вот это надо это понять не всегда конкретный представитель ячейки его значение может быть обособленное какое-то специфическое и она отдаляется значение ячейки в целом тогда она не является удобным представителем то есть оно не образует опорной ассоциации в случае же слова миц это получается очень здорово так же как мы только то что только что рассмотрели зар представитель ячейки заин рэш или ос представитель ячейки айн заин то есть нужно выбрать удачный представитель здесь как бы двойное требование представитель должен быть удачным по смысловом отношении то есть его смысл должен быть близок смысла ячейки в целом и с другой стороны должно быть более-менее распространенное известное слово так что поэтому не нет гарантии что в каждом случае такое получится и более того по мере расширения словарного запаса количество опорных ассоциаций потенциально резко разрастает так что это все надо иметь ввиду теперь значит мы значит ячейку мац мы рассмотрели возьмем корень хэт мэм цади хамац хамец что-то кислое хумца это кислота хамец это про кипр перебродивший хлеб то есть там где есть значит какой-то кислотный элемент значит здесь какой может быть совет слова мац миц сок сок кисленькое что-то чаще всего скажем так элемент кислоты есть в нем поэтому это может помочь запомнить слово хамец хумца хамец лях миц что-то такое значит так далее лях миц это закислить что-то а в переносном смысле слова упустить возможность какую-то то есть это ассоциация связанная значит с празднованием песаха если мацу передержать она станет кислой и непригодной поэтому лях миц маца сделать ее непригодным соответствовали ах миц бацек тесто собственно столько маца лях миц бацек значит уже нельзя из него сделать мацо отсюда пошло значение лях миц что-то значит упустить затянуть и тем самым испортить с другой стороны корень алиф нем цади который встречается в слове современном языке омец сия это смелость а миц смелый но легитамет это силится усиляться мама с усилия первоначальное значение этого корня именно усиливать что-то сделать сильным а а в сочетании омец лев сила сердца она означало смелость в современном языке лев значит ушло остался только омец смелость но исходное значение хорошо просматривается в слове мама с усилия напряжение усилия чем этом леомец это усыновить кого-то усыновить усыновить удочерить то есть стать источником помогать напитывать напитывать давать силы вот в таком значении исходное этого слова как это связано со словом миц миц это сок то что высасывает человек то есть то что его питает вот дать питание дать силы как раз в слове леомец слова ма-омац это значит напитанность wownip напитавливать ма-омац это значит такой вот возможность сделать усилия данном случае омец вот омец эта возможность сделать усилий напитана с силами а ма-омац это конкретно на или применение это то что касается ячейки мем-цадий и второй рассмотрим сегодня ячейка зар представитель этой ячейки слово зар мы его рассмотрели чужой другой иной и посмотрим как это применяется для запоминания корней сначала возьмем двух буквен ячеечный корень зоре лизрот зоре то есть такой корень в котором кроме ячейки за за энрэш то есть это сочетание этих двух букв есть какая-то одна из четырех букв а алиф и йот ваф то есть те которые накладываются на корень принципиально не меняя как бы его значение слегка варьируя мы об этом уже говорили такие корни называются ячеечными то есть они образованы фактически одной ячейкой кстати вариантов таких корней может быть много там уже быть алиф на первом месте на втором в середине и йот может быть много целый такой букет целый куст ячеечных корней но в общем и целом они обыгрывают вариант одной и той же ячейки так вот если взять корень зоре лизрот рассеивать рассеивать то ячейка зар хорошо просматривается зар это выход наружу что-то другое чужое то есть выход вовне выведение чего-то вовне зоре это рассеивать так оно и есть здесь же можно вспомнить слово зореа сеять там на последнем месте айн но основным как бы элементом основным смысловым каким-то таким смысловой доминанта является вот эта первая ячейка заин реш выведение наружу сеять лизрот это рассеивать вот зоре просто рассеивать развеивать что угодно зоре а именно семена зореа на втором месте ячейка зар хорошо помогает запоминание слова ли фазер на фазер это рассеивать разбрасывать ли фазер тэй и заин рэш тэй согласную тэй в данном случае мы не рассматриваем какая есть такая есть а заин рэш вот эта вот ячейка уже сочетание заин рэш не просто буквы заин и заин и рэш а именно сочетание заин рэш хорошо иллюстрируется словом зар то есть выведение наружу ли фазер рассеивать разбрасывать зоры это обычно как бы по воздуху на а лэфазер это самыми разнообразными способами хоть по плоскости как угодно лэфазер в разные стороны развести зо гэр си лизгор сиять лэгазгир лизгор зо гэр сияет сияющий рассеивает лучи зорек бросает заин рэш наружу что-то ков это поток в данном случае мы видим что эта ячейка хорошо раскладывается на этот корень заин рэшков на первую ячейку заин рэш и согласную ков заин рэш это наружу что-то выводить а ков это поток то есть некий поток наружу бросок вот это вот и есть зорек то есть мы видим что опорной ассоциации всегда для нас должна быть ячейка в первую очередь но буква тоже может вносить свою лепту если это все идея в том чтобы это все было легко и просто если это очевидно это можно использовать для запоминания если это не очевидно то здесь нужны какие-то там выкладки нужно философствовать и к практическому применению это прямого отношения не имеет задача у нас сейчас чисто практическая если в первом методе который мы говорили использование одной буквы для запоминания опорной была буква сама по себе и только то в этом методе опорным является сочетание букв имеющие какое-то известное значение языке то есть ячейка а третья буква может помогать или нет то есть мы как бы извлекаем все что возможно выжимаем все что возможно все элементы которые может дать значение букв и значение ячеек главное чтобы это было просто чем-то простым буквы мы запоминаем а ячейки мы выбираем какое-то известное слово которое эту ячейку представляет вот собственно говоря по ячейки заин рэш зор и ах еще можно вспомнить слово зор и ах это сиять ярко то есть вариант слова зогер зогер это сиять а зор и ах это как бы мощно сиять или излияние мощное излияние света тепла как о солнце говорят ашэмэш зорахат значит тоже ячейка зар данном случае это наружу что-то выдавается и это помогает запомнить это слово и мы видим заодно начать применение ячеек если первое сочетание двух согласных первое особенно первом месте четко и ясно модами запомнено усвоено то это может очень здорово нам помочь запоминание целого куста целой совокупности корней с первыми двумя одинаковыми двумя согласными то есть ячейкой в данном случае у нас зорек зор и ах зор и ах зор и ах зор и очень много блефазе резар на последнем Excuse me Продолжение следует...